МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Алла Довлатова. Рада приветствовать всех, кто хочет увидеть актеров любимых сериалов без грима. Здесь вы увидите своих кумиров крупным планом. Дома в кругу семьи, на съемочной площадке или в театре среди коллег. Узнаете, как они проводят свободное время, чем дышат, кого любят и с кем дружат. Ну а я с удовольствием постараюсь дополнить их рассказы своими историями. Уважаемые зрители, убедительная просьба на время спектакля отключить мобильный телефон. Сейчас, скажем так, у меня такой период, что работа, наверное, 97% занимает. Я в домике! В домике она, хладишь? Удовольствие больше, конечно, доставляет театр. Сбор труппы, клубок целующихся змей. А что мне, отец? Товарищи! Отчизна! Да если ж так нет у меня никого! Я не люблю работать в кино. Играть только потому, что надо играть, потому что ты артист. Да, в чем угодно, в как угодно. Я не хочу, я пойду, что фотографией займусь или еще что-то. Много лет назад на экраны вышла современная версия истории Кармен с Игорем Петренко в роли Хосе, преступного возлюбленного роковой цыганки. Кинокритики ворчали. Ну как же может дисциплинированный сын военного сыграть такую отчаянную страсть? Это просто невозможно! Но Игорь не подтвердил их опасения. Еще с детства он не был образцовым ребенком. Юный Петренко слыл шалопаем и форменным хулиганом. Да и сейчас время от времени он попадает в неприятности и даже иногда опасные истории. Но Игорь решил найти более мирное применение своему безудержному темпераменту. Теперь он стал членом союза правления кинематографистов и решил бороться за права любимых актеров. Молодежи практически вообще нет в союзе кинематографистов. Единственное, с чем, собственно говоря, я могу себя представлять, отставить интересы именно актеров. Я периодически изучаю контракты. Сейчас еще, в силу разных обстоятельств, я работаю без агента. И я сам встречаюсь с продюсерами, я сам обсуждаю все эти нюансы по всяким пунктам. Я понимаю, что, ну, теперь я много чего понимаю. И я понимаю, насколько рабская, унизительная форма, контракт, который существует на сегодняшний день. Для того, чтобы что-то менять, нужно объединяться. Я мало верю в такое объединение, да, актерской братьей, скажем так, да, чтобы договориться, давайте на сегодня. Никто не выходит на съемочную площадку. Ни в одном, скажем так, производстве, которое на сегодняшний день есть. Да никто, конечно, на это не пойдет, да, потому что такая же неуверенность в завтрашнем дне, она не только в целом по стране, да, существует. Она и в нашем, скажем так, киномире, она очень ярко выражена. Уже даже не стоит рассматривать какие-то интересные или неинтересные предложения, надо работать куда позовут. Бывало, когда несколько человек, которые горели и несли этот факел, это знамя, да, пытались как-то своим примером устроить что-то подобие забастовки, но в результате эти там 5-6 человек выбрасывались за борт, да, из производства, из жизни, из рабочей жизни. Все только так смотрели на них. Кто-то с сочувствием, кто-то с улыбкой, типа вот идиоты, дураки, да, вот, доигрались. Я понимаю, что я иду зарабатывать деньги. У меня трое детей, я не могу себя назвать таким аскетом, который может себе позволить, да, искать это творчество раз там в 10-15 лет, а в нашей стране и того может быть меньше, да, когда выходит истинная какая-то та картина, в которой хотелось бы принимать участие по-настоящему. Значит, смотрим сначала туда, на представление. Адрей. Игорь, проходи. Я не люблю работать, ну, скажем так, в кино, по большому счету, потому что понимаю, что это, ну, такое, в общем, нудное, муторное занятие. Да, это в кино смотришь его быстро, а здесь ты можешь там сутками ждать, ты можешь снимать, а все дробно очень нету, как в театре, вот этой вот линии непрерывной, да, переживаний, как вот все одно с другим идет, живой организм. Играть только потому, что надо играть, потому что ты артист, да, в чем угодно, в там, как угодно, я не хочу, да, я пойду лучше там, может, фотографией займусь или еще что-то. После театрального училища, куда, конечно же, Игорь поступил случайно, за компанию с другом, актер пошел служить в малый театр, но уже через два года решил уйти из театра и начать новую жизнь, в том числе и личную. Теперь Игорь много снимается, играет в антрепризе, предпочитая делить сцену со своей второй женой Екатериной Климовой. Кстати, они познакомились на съемках сериала «Московские окна». Лёх, включи, пожалуйста, вот здесь вот свет, который вот сейчас бил. Откуда? Только что ты выключил. Или кто это выключил? Был белый свет, который пил из-под Орликина. Удовольствия больше, конечно, доставляет театр. Сбор труппы, клубок целующихся змей. Там тоже все непросто в театре, да, там тоже есть борьба за роль, да, потому что народу много, труппа большая, есть свои любимцы, нелюбимцы, там тоже много проблем. Но есть интерпризы. Сделали спектакль. И разошлись. Все любят друг друга. Все уважают друг друга. Все переживают друг за друга. Все помогают друг другу. Уважаемые зрители, убедительная просьба на время спектакля отключить мобильные телефоны. Также напоминаем, что фото- и видеосъемка запрещена. Спасибо за внимание. Вот у нас спектакль «Ленинградский романс» по письму «Бедный Марат» Арбузова. Это пьеса, ну, это классика, это невероятная пьеса. Она, в ней столько тепла, света, добра. Даже я, артист, принимаю участие в этом спектакле. Я после спектакля, выходя из театра, у меня ощущение, что я сходил в церковь, например. Настолько чистые персонажи, настолько они, несмотря на то, что у них есть конфликты какие-то, но они настолько чисты по сравнению с сегодняшней действительностью, настолько они открыты, наивны. Какие залы только не встречались в разных городах, бывали, ну, приходил очень серьезный, да, серьезно настроенный, но как-то все равно происходит оттаивание, происходит постепенно, постепенно, человек, видимо, отвлекается, забывает о своих каких-то, может быть, бытовых проблемах. Артиллерийский салют с Пуличесичем! Одесса их дурацем! Очень правильная, хорошая атмосфера, энергетика, которая, вот с чем люди, да, расходятся, и артисты, и зрители выходят. Вот то, наверное, то, что и должен нести театр. В свои 32 года Игорь Петренко не только один из самых востребованных киноактеров, но и отец большого семейства. Игорь заботится о своих трех детях. У него два мальчика и одна девочка. И в последнее время все реже и реже удается уделить внимание своему увлечению и отвлечению фотографии. Игорь Петрович, у вас горло болит? Горло? Душа. Душа, Зелёль Савченко. У кого у художника не болит душа? Без этого никак нельзя. Иногда ощущаю себя лет на 60. У меня такая очень насыщенная получилась в жизни. Да, в свои там 32 года я, ну, чего только не видел. Я объездил уже полмира. У меня уже нет такого момента, когда я приезжаю в какой-то город, вот как в детстве было, когда ощущение поездки. Настолько часто бывает, что вот так города проходят. Магии уже нет. И какую бы ты страну уже не приехал. Сейчас, скажем так, у меня такой период, что работа, наверное, 97% занимает в жизни. То есть у меня так получилось, что наложились два проекта один на другой. Они в разных городах. И те выходные дни, которые оказались там, забрала другая группа. И, ну, необходимо мотаться из города в город. И здесь, конечно, ты понимаешь, что нету на этот период ни семьи практически. Бывало так, что мне нужно было какую-то там справку в одну структуру. Там приехать, отвезти. Кроме меня этого сделать никто не может. У меня есть полдня свободных. Я утром сажусь в самолет, лечу в Москву, еду в эту организацию, везу эту, скажем так, оформляю, получаю эту справку. И оттуда же еду в аэропорт для того, чтобы полететь обратно. А что вам в штабе сказали? В разведку надо идти. Дети уже даже с такого возраста они привыкают, что у нас, ну, вот такая вот дома странная семья. Они другого варианта не знают, поэтому, скажем так, для них это норма. Самое главное, я стараюсь не потерять нить доверия, нить, ну, какого-то, я не знаю, любви. Вот Матвеев 3, 3,5 года, мы с ним можем посидеть, поговорить по душам, он мне может что-то рассказать. В эти наши мимолетные, скажем так, встречи. Самое главное, конечно, вот нить. Пока удается держать, во всяком случае. А что мне, отец, товарищи, отчизна? Да если ж так нет у меня никого. Никого-никого! Я больше расслаблен, наверное, нежели чем напряжен и собран. Если ты тверд, иногда какой-то пустяк, совершенно нелепая какая-то ситуация, за счет твоего жесткого, допустим, какого-то, может быть, отношения или твоей собранности, там, да, может, ну, полжизни у тебя забрать. Ну, как можно с водой, допустим, или с облаком, да, что-то сделать. Вы согласны? С чем? Ну, что море у нас страна, женщины самые красивые. Не то, что француженки. О, Париж, любовь. Астон, к ним дура. Ну, что? Мчиться подрезает, допустим, человек. У меня машина позволяет, чтобы догнать его, ну, скажем так, да, и так же его либо подрезать, либо... Ну, мысль о том, что, ну, мало ли, ну, может быть, человеку на задание надо. Как-то вдруг и пускай едет, и мчится. Эмоции надо сдерживать. Иногда люди в защитной какой-то реакции находятся. Он начинает грубить, ты ему говоришь, да расслабься ты, да что ты такой, что ты нервничаешь так. И так раз он понимает, вроде бы, как, ну, ну да. Надо позитивно смотреть на жизнь. Надо позитивно к ней относиться. И тогда, вот, что ты излучаешь, ну, то ты и будешь, ну, притягивать, то вокруг тебя и будет происходить. Если ты излучаешь сплошной негатив, да, если ты все время пытаешься выжить в этом мире, то ты будешь все время бороться с чем-то. И эта борьба у тебя будет происходить на каждом шагу. Приходишь ты в ресторан, домой, на работу, неважно. Я теперь позитивный парень. А я на прощание хочу вам напомнить, что каждую субботу ваш любимый артист расскажет вам о своей жизни, надеждах, планах и тревогах. Каждую субботу крупным планом и без прикрас. А я, Алла Завлатова, желаю вам хорошего настроения, счастья, здоровья. До скорой встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин